Всем доброго дня, это Гелиос Сар и География просто. Учебник географии России, природы и населения, 8 класс, за авторством Алексеева, Низовцева, Ким, УМК Климановой. Параграф 2. Граница России. Хорошо ли быть чемпионом мира по числу стран-соседей? В некотором роде да, хорошо, потому что это позволяет иметь разнообразие в торговле и не быть ограниченным в торговле только с какими-то определенными странами. Потому что если мы, например, возьмем страну Монголию, то она может торговать либо с Россией, либо с Китаем. А Россия может себе позволить выбирать с кем торговать. И при этом очень сложно России заблокировать торговлю с кем бы то ни было. С другой стороны, имея выход в море, можно не беспокоиться о том, что вокруг большое количество соседей. Многие вспомнят, что, возможно, с военной точки зрения большое количество соседей являются минусом. Ну, знаете, в условиях, когда у России есть ядерное оружие, есть соседи, нет соседей, да плевать нам, честно говоря, на это. У нас ядерное оружие полностью нивелирует по какую-либо угрозу. С какими странами граничит Россия на суше? Общая протяженность границ России около 60 тысяч километров. В том числе сухопутных более 20 тысяч километров. Наша страна имеет самое большое в мире число сухопутных соседей. Россия граничит на суше с 16 странами. Самые протяженные границы с Казахстаном более 7,5 тысяч километров. И с Китаем более 4200 километров. Самая короткая с КНДР всего лишь 20 километров. Крайняя северо-западная соседка России у берегов Баронцева моря Норвегия. Далее на юг до Финского залива Балтийского моря простирается граница с Финляндией. От Балтийского до Азовского моря простираются границы России с Эстонией, Латвией, Белоруссией и Украиной. Кроме того, расположенная в отрыве от основного массива российской территории Калининградская область граничит с Литвой и Польшей. Такая конфигурация российской территории образовалась после того, как распался Советский Союз. И Калининградская область оказалась отрезанной от основной территории России новыми независимыми государствами. Литвой, Латвии, Белоруссии. Но учитывая, что у Белоруссии нет границы с Калининградом, то по сути дела можно сказать так. Калининград отрезан от России Литвой. По сути дела и все. Литвой и Латвии. То есть добраться до Калининграда Россия может либо через Латвию и Литву, либо через Белоруссию и Литву. Либо по Балтийскому морю, не пересекая никакие другие границы. Собственно говоря, Россия за ней предпочитает заделать именно это. По морю добираться. Калининградская область самая западная область России. И вошла в состав страны в 1945 году после разгрома фашистской Германии. Когда часть ее территории, бывшая Восточная Пруссия, была разделена между Польшей, которая получила две трети Восточной Пруссии, и СССР, который получил одну треть Восточной Пруссии по решениям Ялтинской и Потсдамской конференции. Причем, здесь надо отдать должное. Советский Союз забрал себе Кёнигсберг, то есть Восточную Пруссию, не просто потому, что ему захотелось, а с определенной исторической справедливостью. Дело все в том, что территория Кёнигсберга, нынешний Калининград, была завоевана Российской империей еще во времена, по-моему, даже не Екатерины, а Елизаветы. И потом эти территории были отданы обратно Пруссии, то есть Германии, просто так, без какого-либо соблюдения правильных законов российской императрицы Екатерины II. Это и стало очень серьезной проблемой. Поэтому, когда Сталин забирал Кёнигсберг, он сослался именно на те решения. Поэтому Советский Союз забрал себе эту территорию не потому, что ему захотелось, а потому, что он имел на это абсолютно все права исторически. Западные границы России редко привязаны к каким-либо природным рубежам. На участке от Балтийского до Черного моря они проходят по довольно плотно заселенным и хорошо освоенным равнинным территориям. Здесь границу России пересекает множество железных дорог, связывающих нашу страну с соседями и другими странами Европы. Основные из железных дорог – Санкт-Петербург-Таллинн через эстонскую границу, Москва-Рига через латвийскую, Москва-Минск-Варшава через белорусскую, Москва-Киев, Москва-Харьков через украинскую. В отличие от западных границ, южная граница с Абхазией, Грузией, Южной Осетией и Азербайджаном проходит по горам Кавказа от Черного до Каспийского моря. Хребты Большого Кавказа затрудняют сообщение с Закавказьем, а железные дороги обходят его по самой кромке берегов Черного и Каспийского морей. Через центральную часть Кавказа проходят только две автодороги, но зимой они часто закрываются из-за снежных заносов. Самая протяженная сухопутная граница России с Казахстаном проходит по степям Заволжья, Южного Урала и Юго-Сибири. Эта граница также пересекается многими железными дорогами, связывающими Россию не только с Казахстаном, но и со странами Средней Азии. Это дороги Астрахань от Ирау и далее в Туркмению, Саратов-Уральск, Оренбург-Ташкент. Кроме того, через Северный Казахстан проходит небольшой участок Транссибирской магистрали Челябинск-Омск и еще две дороги, связывающие Южный Урал и Юг-Западной Сибири, Среднесибирская и Южно-Сибирская магистрали. Сибирь с Южным Казахстаном соединяет дорога Барнаул-Алма-Ата. На втором месте по протяженности граница с Китаем, проходящая в основном по реке Амур, его притоку Уссури и реке Аргунь, от слияния с которой с Шилкой и образуется Амур. Эта огромная по протяженности граница дважды пересекается Китайской Восточной Железной Дорогой КВЖД Чита-Владивосток, построенной еще в 1903 году и провоженной по китайской территории, чтобы кратчайшим путем связать Дальний Восток и Сибирь. По горным районам Южной Сибири проходит граница с Монголией. Монгольскую границу пересекает ответвление Транссибирской магистрали от Улан-Удэ по долине реки Селенга на Улан-Батор и далее на Пекин. Улан-Батор – это столица Монголии. На крайнем юго-востоке Россия граничит с Северной Кореей, Корейской Народно-Демократической Республикой КНДР. Через эту границу проходит железная дорога на столицу Северной Гории, город Пхеньян. Но в настоящий момент этой железной дорогой практически не пользуются. И вот рисунок 8 с политической картой России. И здесь вопросы. Какие природные особенности России определяются ее расположением на северо-востоке Евразии? Ну, во-первых, это, разумеется, огромная площадь общей территории, огромное количество лесов, наличие гор, причем в достаточно большом объеме. Они тоже присутствуют. Причем гор как старых, например, Уральские горы, так и достаточно молодых, например, Кавказские горы. Дайте оценку возможностям взаимосвязи России с ее соседями. В принципе, Россия достаточно неплохо связана со всеми соседями. Практически ко всем соседям, кроме, например, Норвегии, идут полноценные железные дороги, которые связывают этих соседей с Россией. Поэтому торговля, возможно, очень даже качественная. С Норвегии железной дороги нету, просто потому что основная часть территории Норвегии – это Южная Норвегия, вокруг столицы Осло. А та часть, которая ограничится Россией, это Северная Норвегия. И у Норвегии очень плохая транспортная связь с этим регионом, например, с городом Киркенес. Туда в основном добираются по морю, а не по суше. Поэтому, по сути дела, эта часть Северной Норвегии с Россией связана намного лучше, чем с самой основной частью Норвегии. Каковы морские границы России? Россия имеет наиболее протяженные морские границы – 38 807 квадратных километров. Территорию нашей страны омывают воды трех океанов – Северного, Ледовитого, Тихого и Атлантического. А, например, Бразилию – воду только одного – Атлантического. Кроме того, кроме перечисленных выше 16 стран, соседями России только по морю можно считать Японию и США. От этих стран Россия отделена узкими проливами, и наши территориальные воды соприкасаются с японскими, между Южными Курилами и островом Хоккайдо, и с американскими территориальными водами между островами Ратманово и Крузенштерна. Но самая протяженная морская граница России проходит вдоль побережья морей Северного Ледовитого океана – Баронцево, Карлского, Лаптево, Восточно-Сибирского и Чукотского. Из них незамерзающей является только крайняя юго-западная часть Баронцева моря. Другими словами, круглогодичное судоходство без помощи ледокова возможно лишь у северных берегов Кольского полуострова, там, где находится город Мурманск. Расположенный там порт Мурманск является главным северным портом России. А все порты Северного морского пути, кроме начального Мурманского и конечного Владивостока, работают лишь в течение короткой северной навигации. А это от двух до трех месяцев в год всего лишь. Да и то, как правило, нуждаются в помощи ледокова для проводки караванов-судов. В результате, самый большой по протяженности северный фасад России имеет гораздо меньшее значение для связи России с другими странами, чем выходы к незамерзающему Черному морю. Хотя протяженность российской береговой линии там очень даже невелика. Вторая по протяженности морская граница России в морях Тихого океана. Беринговом, Охотском, Японском. Кроме того, юго-восточное побережье Камчатки выходит непосредственно к Тихому океану. Главные, практически незамерзающие порты здесь расположены на самом юге российского Дальнего Востока. Это порты Владивосток и Находка. Через них Россия связана со странами бассейна Тихого океана. Казалось бы, огромная протяженность Тихоокеанского побережья России должна способствовать возникновению множества портов активным внешним связям. Но приморские территории России здесь очень слабо освоены и заселены. Железные дороги выходят к морю только на юге Приморского края. Владивосток, Находка, Татарском проливе, Северная гавань и Ванино. Такое название у портов. Поэтому, как и в Северных морях, из огромного Тихоокеанского фасада реально используется для внешних связей лишь очень небольшая часть на крайнем юге региона. Другая ситуация сложилась в Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах. Протяженность морского побережья России здесь очень невелика, но используется оно с большой интенсивностью. К Балтийскому морю Россия выходит на двух участках. К Финскому заливу – это город Санкт-Петербург, Калининградская область. И к южной части моря – это Калининградская область. Самый крупный по грузообороту российский порт на Балтике – это Приморск. Сейчас активно развивается Усть-Луга. Завоеванные в начале 18 века Петром I территории нынешних Эстонии и Латвии в 1991 году отделились. И сегодня наша страна вынуждена использовать для Балтийской торговли их порты, которые иностранные. Но на самом деле уже никакой необходимости в использовании прибалтийских портов нет. Россия построила порт Усть-Луга, и в настоящий момент порты Прибалтики используются только если свои порты не успевают перегружать эти самые грузы. И в целом грузооборот прибалтийских портов страшно упал в этих странах, что привело к страшнейшему обрушению экономик этих стран. Пока еще Евросоюз выдает деньги этим странам – Латвии, Литве, Эстонии. Но долго ли будет продолжаться это выдавание денег – никто не знает. Скорее всего, недолго. Поэтому Россия предпочитает развивать свои собственные порты. В Азовском море морская граница России проходит от Таганрогского залива, вдоль Черноморского побережья Кавказа, а также вдоль Крымского полуострова в Азовском и Черном морях. Крупные порты России в Азово-Черноморском бассейне – Новороссийск, Севастополь, Туапсе. Порты Азовского моря – Ейск, Даганрог, Азов, Ростов-на-Дону. Они имеют меньшее значение, потому что Азовское море мелководно и недоступно для крупных судов. Черное море у берегов России не замерзает, а вот Азовское замерзает, но очень недолго. И лед там непрочный, гораздо тоньше, чем в морях Северного Ледовитого океана. Судоходство поддерживается простыми дедельными ледоколами. Морская граница России по Каспийскому морю пока точно не определена. Прикаспийские государства до сих пор не могут решить, будет ли это море поделено на сектора, или за пределами территориальных вод будет работать международный статус. Выводы. Россия имеет самые протяженные в мире морские границы. Но эти моря большую часть года скованы льдом, и их берега очень слабо заселены. Поэтому Россия в большей степени континентальная, чем океаническая страна. Имея огромные по протяженности сухопутные границы, наша страна лишь небольшую часть из них может использовать для активных внешних связей. Вопросы и задания. Какие границы России наиболее благоприятны для связи с другими странами? Разумеется, наиболее это европейская часть. И граница с Казахстаном имеет очень удобный для связи, так сказать, граница. По той причине, что там нет каких-либо существенных природных ограничений. Что имеется в виду под природными ограничениями? На юге это, например, Большой Кавказский хребет, который сильно препятствует полноценным связям с Закавказьем. А на Дальнем Востоке это река Амур. Это очень мощная и широкая река. Постройка через нее мостов достаточно дорогое и сложное дело. Учитывая, что это еще и северные районы, то эти мосты должны мало того, что выдерживать воду и быть очень протяженными, они должны еще и лед выдерживать по весне, когда этот самый лед начинает таять и идти по реке. То есть строительство мостов там достаточно дорогой и сложный процесс. Какие сухопутные границы нашей страны являются наиболее доступными для пересечения транспортными магистралями? Это европейские границы, то есть от берегов Балтики и далее вплоть до Черного моря. И разумеется, это граница с Казахстаном. Там никаких абсолютно природных препятствий нет. Везде ли именно в таких местах проложены эти самые границы и транспортные пути? Нет. Дело все в том, что в Среднюю Азию ведет не такое уж и большое количество транспортных путей. По той причине, что там попросту не с кем торговать в таком большом объеме. Если бы была возможность проложить какую-то дорогу, например, в Индию через Афганистан и Пакистан, тогда да, через Среднюю Азию, через границу с Казахстаном шли бы десятки железных и обычных дорог. Но а так получается, что они ведут по сути только до Таджикистана, Туркмении и Узбекистана и с Киргизии. А там, по сути дела, общего населения и 50 миллионов-то не набирается. Ну и это слишком малое количество населения, чтобы туда шло большое количество каких-то железных дорог. Да и сами страны, собственно говоря, не слишком-то богаты. Поэтому прокладывать туда какие-то серьезные транспортные пути нет никакого смысла. Сравните границы Запада и Юга, Севера и Востока, Юга и Севера по протяженности и хозяйственному значению. Здесь проще всего сказать так. Самые важные границы России это западные границы России и, по сути дела, восточные границы России с Китаем и Японией. Самые важные границы. Все остальные имеют меньшее значение. Наименьшее значение имеют границы на севере. В настоящий момент, потому что там торговать абсолютно не с кем. Но, правда, развивается северный морской путь. Но этот путь, он транзитный, там никакой особой торговли нет. Как вы думаете, какие грузы могут перевозиться по железным дорогам, пересекающим границу России на ее различных участках? Ну, на самом деле, вообще-то, по железным дорогам могут перевозиться любые виды грузов, кроме каких-то самых-самых-самых больших грузов, которые можно перевозить только по морю или как-то по суше спец-каким-то транспортом. А так, по сути дела, железная дорога в состоянии перевозить любые виды грузов. И, собственно говоря, эти самые любые виды грузов железная дорога и перевозит там, где эта железная дорога проложена. То есть, если железной дороги нет, то, собственно говоря, и грузы там не перевозятся железной дорогой, а перевозятся только транспортом. Например, в Южную Осетию ведет только обычная автомобильная дорога, которая еще периодически и перекрывается. Вот, собственно говоря, ну, учитывая, что население Южной Осетии, это около, по-моему, там 100 тысяч, что ли, человек всего лишь, то, естественно, что обычными фурами, обычными грузовиками снабжать их не составляет абсолютно никаких проблем. И, пожалуйста, то, что там Грузия закрыла границы, это абсолютно никого не волнует. Приведите примеры того, как значение той или иной границы менялось со временем. Ну, собственно говоря, какое-то время западные границы всегда имели достаточно большое значение для России. Хотя, если брать Киевскую Русь, то тогда значение имели южные границы России, потому что была развита торговля с Византией. Потом, после падения Византии и появления Османской империи, южные границы оказались совершенно заброшенными. И значение приобрели исключительно западные границы. В настоящий момент основное значение имеют южные черноморские границы и западные границы. Большое значение имеет граница с Китаем и дальневосточная граница, где идет морская торговля с Японией, Кореей, Китаем и странами Тихоокеанского бассейна. Северные границы значения какого-то особого не имеют. Хотя, в настоящий момент граница севера, она все-таки имеет большее значение, чем то, что было раньше. Например, во времена Российской империи северная граница не имела практически никакого значения вообще. Эти территории просто никого не волновали. Продолжение следует...